следующий вопрос у нас такой не вредно ли раннее развитие для ребенка вот знаете честно вам скажу спасибо огромное за этот вопрос потому что с этим вопросом я живу фактически в своей педагогической практике психологической практике такого просто нет а в педагогической есть дело в том что мне правда очень интересны любые статьи в интернете вот материал какие-то такие особенно если сайт авторитет на какой-то да там которые написаны вот не просто копирайтером да а статьи за которыми стоит фамилия какого-то психолога педагога да не статьи на тему что раннее развитие вредно я эти статьи просто очень люблю почему потому что в таких статьях говорится фактически как не должно выглядеть ранее развитие как ранее развитие в каком виде она действительно вредно вот что в этих статьях ценного для меня то есть это как бы такие флажки за которые забегать не стоит вот в статье а в статьях об этом там приводятся примеры про какие-то детские центры развития в которых детей мучают садят за парты с утра до вечера натаскивают и потом после таких детских центров им восьмой класс просто надо идти потому что там работают школьные учителя в этих центрах возможно и там прямо закаливая детей лишают детства говорят эти статьи и так далее там просто трэш такой что ух это подкрепляется терминология там соответствующая есть примеры там жучайшие вот родитель читает такую статью если наткнется на такую да он может подумать но это же какой-то кошмар действительно а зачем это нужно а для чего это ну вы знаете могу вам сказать что я бы сравнил работу детского центра сразу предупреждаю сравнение грубое засло на слове меня ловить не надо грубая грубая предупредил вот почему например современный мужчина должен ходить в спортзал или заниматься спортом вот примерно за этим ребенок ходит и в детский центр развития потому что сейчас если ну вот у меня те знакомые которые мои там друзья там знакомые которые работают ни у кого нет работы которая бы давала минимальную физическую нагрузку то есть человек мужчина взрослый в возрасте там 35 40 лет просто просыпается утром идет на работу там у него фактически сидячая работа вот он сидит любя за ноутбуком либо там что-то такое да вот перемещается он на машине если то вообще надо еще меньше нагрузки ну потому что сидя да тот то не на машине там еще хоть как-то там к метро пошел когда-то там прошелся пешком не проехался там или с работы вернулся пешком домой вроде как что-то еще там но дополнительно получил да вот и если взрослый мужчина не занимается ну минимально для считают там это утренняя зарядка хотя бы да там и какие-то силовые там периодические упражнения если этого не делать то с организмом начинается творится черти что то что вообще ничего не поступает никакой нагрузки просто самое максимальное что может быть это поход за продуктами а в некоторых семьях еще и за продуктами женщина ходит сумками потому что она знает как выбрать масло колбасу и именно она должна решить какого качества это будет на столе вот и мужчина даже и этого лишён даже за продуктами не сходит поэтому нужна дополнительно физическая нагрузка в виде чего либо какое-то у спортивное увлечение до либо тренажерка ну в каком-то виде там не обязательно там прям пахать там и протеин топить но хоть как-то там тягать железки стабильно более менее давай организму поработать надо то же самое примерно из ранними центрами развития но это если очень повторюсь очень грубо там все немножко конечно интереснее да потому что не надо забывать есть очень классная книжка с хорошими отличными аргументами и доказательствами масару и бука автор японец после трех уже поздно да то есть есть очень много опять же такие книг от других педагогов которые делятся там ну масара и бука это то что я вам указал и так знаете в первую очередь всегда говорю про интересную тоненькую книжку до чтобы не углубляться там сильно вот если кому интересно у ребенок возрастом 1 2 года прочитайте будет вам очень полезно так вот получается как как раньше живой ребенок он рождался в семье и сразу начинал копошиться во всем только не в гаджетах конечно же потому что их не было а потом он становился помощником либо маме либо папе и много чего приходилось делать в том числе и по дому вот ну соответственно в данный момент сейчас не все могут обеспечить достаточное развитие нейронных связей ребенка у которого при рождении как вы все знаете наверное да что при рождении у ребенка очень много нейронов потом становится меньше а потому что не все нейронные нейроны устанавливают связи между собой и задача вот раннего развития в том чтобы обеспечить как можно больше разнообразных нейронных связей на поэтому у нас в детском центре вот класс где занимаются дети от года до трех там стоит я не знаю сколько наверно 8 шкафов с пособиями разными и на моторику на мелкую и на крупную моторику и такие пособия которые вот ну руками можно вот так вот брать и там чего-то делать с ними чтобы это было правильное развитие на логику там и на скорость там и на физкультурные занятия там физкульт минутки там пособия то есть вот это все занимает кучу местами такое ощущение что еще восемь шкафов поставим мало будет вот очень большой парк пособий они пополняются каждый год каждый год что-то находят педагоги наши новенькая там и мы докупаем и понимаем что там просто предела нет что-то меняется новое на старое ну то есть это очень очень интересно и очень важно и вот получается задача родителя который сомневается и думает что ранее развитие вредно да может быть а ребенку задача его протестировать это ранее развитие протестировать то место где он собирается ребенка развивать вот у нас поэтому есть допустим два вида знакомства с нашим центром первые знакомства это конечно же прийти на пробный урок то что очевидно и второй вид знакомства это родителя мы приглашаем без ребенка выбираем такое время предлагаем чтобы родитель мог прийти к нам в детский центр развития и зайти сразу на в несколько классов и в этих нескольких классах посмотреть как идут занятия у разного возраста детей хотя его ребенок например ребенок двух лет ему не важно как например идут занятия у ребенка год и два месяца там ему не сильно важно как сидит 12-летняя девочка рисует с педагогом вроде бы когда ему не очень важно как у меня занятия проходят по подготовке школе вроде бы как не очень важно но проникнуться прочувствовать да вот атмосферу что в этом центре делается с детьми что вкладывают эти люди в понятие раннее развитие это очень важно и вот так на такую экскурсию мы приглашаем приходит один из родителей или родители может даже иногда вместе захотят прийти посмотрели познакомились с пространством с педагогами и тогда они у них есть какое-то понимание что происходит здесь куда я веду как и выглядят эти люди которые будут заниматься развитием и я предлагаю всем начинать вот с этого потому что далеко не все педагоги реализуют раннее развитие так как пишется в материалах о том что раннее развитие вредно я допустим всегда читая понимал что то что пишется такое ощущение что придумано именно копирайтерами для знаете как для перцу чтобы статье была вот эта вот доля которая может там зацепить там идет там спокойный текст а вот вы знаете вот есть исследование что там то-то то-то вот вот потому что есть случай что в каком-то раннем центре развития там что и какой-то идет я даже не могу сказать вам что ну какой-то будет треш так после которого читаешь тебе волосы дыбом ты такого ну конечно это бред и начинает такое возникает чувство что это вот так везде ну как бы так вот все делают нет всегда все что я читал я понимал что ко мне это не имеет отношения никакого вот я просто понимал когда читал такие материалы какие могут быть сомнения и почему это может так казаться и выглядеть для родителей после такого описания поэтому раннее развитие может быть действительно вашему ребенку вредно может быть полезно это зависит от того кто это раннее развитие реализует какие люди какой детский центр и как-то вот вот отсюда и либо вред либо пользы вредно